как устроен человек этот вопрос волнует маленьких почемучек чуть ли не с пеленок предлагаем вашему вниманию книжный обзор который поможет родителям юных любознаек ответить на многие их вопросы о строении человеческого организма мама и папы бабушки и дедушки а также воспитатели детского сада для вас книга новой энциклопедии для дошкольников знайка что я знаю о себе вы познакомитесь с необычным другом большой выдумщицы тани и узнаете удивительную историю моряка выброшенного во время кораблекрушения на остров лилипутов эта вставка в виде сказки поможет познакомиться с организмом человека еще вы узнаете чем закончился кулинарный поединок серого волка с бабушкой красной шапочки эта сказка на новый лад расскажет о пользе нужных нам продуктов и правилах гигиены вы даже найдете несложный рецепт приготовления фруктового десерта и поиграете в продовольственное лото своими руками вы сможете сделать различные поделки индивидуального характера например трафаретные ладошки автопортрет сердечную печать или куклу марионетку а также научитесь искать клад на сокровищ или забавляться на свежем воздухе и дома книга научит вас играть в анатомическое лото или игру что лишнее а веселые опыты эксперименты наподобие звуковой коробки помогут лучше познакомиться с органами чувств например слухом кроме увлекательных историй в книге вы найдете веселые загадки про организм человека и средства гигиены пословицы скороговорки и неожиданные вопросы увлекательные истории и занимательные иллюстрации помогут совместить приятное чтение с обучением книга как устроен человек серии что такое кто такой будет интересно дошкольникам и ученикам первого-второго класса узнай как ты устроен в этом тебе поможет эта книга также она познакомит тебя с разными любопытными фактами что человек не может делать под водой рыба может он не может дышать тем не менее человеку нужно совершать примерно 25 тысяч вдохов выдохов за сутки ведь кислород это главное горючее твоего тела самая большая дыхательная мышца диафрагма это перегородка которая отделяет грудную мышцу от живота когда она напрягается происходит вдох когда расслабляется выдох легкие находятся в грудной клетке за ребрами по форме они похожи на два больших мешка из губки потому что состоят из множества пузырьков эти пузырьки называются альвеолами а вы знаете как наш организм защищается от микробов и бацилл за это отвечает целая армия разных частичек которые циркулируют в крови кровь движется по транспортной системе которая состоит из трубочек сосудов главный орган который заставляет кровь бежать по сосудам сердце за сутки своей работы сердце совершает 100 тысяч ударов и прогоняет через себя 7000 литров крови а какого размера сердце человека почти такого же как наш кулак а самое большое сердце среди животных у синего кита оно размером с автомобиль и весит 600 килограммов у насекомых тоже есть сердце правда оно похоже на трубку но работает также как сердце человека сжимается и разжимается но все же не так как у людей за одну минуту сердце взрослого человека перекачивает около пяти литров крови и сокращается от 60 до 100 ударов в минуту сердечный удар как волна приходит по артериям поэтому в некоторых местах ты можешь нащупать пульс это отголосок сердцебиения сердечная мышца поперечно полосатая но управлять ее ты не можешь она работает автоматически непреизвольно как гладкая мышца это уникальная мышечная ткань есть только в сердце кроме того за сердцем следит самый главный командир в нашем теле головной мозг что бы ты ни делал слушал учителя на уроке играл в игры прыгал на одной ноге или откусывал кусок от яблока всем этим управляет мозг с его помощью ты думаешь учишься играешь отдыхаешь и спишь потому что даже за сны отвечает мозг при длительных упорных тренировках можно научиться управлять работой сердца и других органов как это делают например индийские йоги болезни сердца опасное состояние и нужно сделать все чтобы их не допустить чтобы сердце не болело и не уставала о нем надо хорошо заботиться это значит соблюдать режим дня правильно питаться заниматься спортом как можно больше времени проводить на свежем воздухе не сидеть целыми днями перед телевизорами за компьютерными играми и вовремя ложиться спать а какие именно продукты очень полезны для твоего сердечка также подскажет эта книга с книгой ты твое тело паскаля бринштейна так просто путешествовать по телу человека она даст ответы на многие вопросы и будет полезна ученикам со 2 по 4 класс короткие тексты легко читать а забавные рисунки приятно рассматривать по пути можно сделать остановку и поиграть викторину или догадать загадку о нашем теле для удобства читателей книга поделена на разделы как устроены наше тело как работает наше тело как мы растем и взрослеем как стать здоровым фотоальбом там можно увидеть интересные снимки некоторых компонентов человеческого тела под микроскопом книга в доступном форуме расскажет откуда берутся дети и как происходит их 9 месяцев утробе матери познакомить с этапами взросления от самого рождения до переходного возраста что научит юных почему чек лучше понимать узнавать свое тело и принимать его изменения мальчишки и девчонки узнают о лечении некоторых болезней о вакцинах и о прививках о том какие бывают врачи и лекарства сколько килограмм кожи у человека почему появляются синяки сколько костей в человеческом скелете какова длина нашего кишечника почему и откуда берется и кота куда деваются слезы когда мы не плачем почему по телу бегут мурашки а после купания кожа на пальчиках пальцев смотрится как у старичков книга непременно даст ответы и на многие другие вопросы юных почему чек а также поделится интересными фактами и удивительными цифрами например вы знали что общая длина кровеносных сосудов человеческого тела составляет девятьсот пятьдесят километров а то что каждый день организм взрослого человека вырабатывает приблизительно полтора литра слюны или что на человеческом теле растет от 3 до 5 миллионов волос столько же сколько у обезьян но человеческие волосы гораздо короче и тоньше чем у обезьяны здорово ли иметь хорошо подвешенный язык а воображать себя пупом земли умеете ли вы пожирать глазами словесные игры про наше тело оптические иллюзии интересные факты татуировках и макияжа разных стран сделают чтение этой книги еще более увлекательным книга тела человека автор текста ализа прати будет интересна ученикам третьего четвертого класса эта книга для тех кто стремится расширить свои знания прекрасном удивительном мире который нас окружает хочет получить ответы на самые разные вопросы старается развить свое воображение отличается любознательностью и остроумием любит учить стихи рисовать и заниматься творчеством путешествуя по страницам этой увлекательной книги вы узнаете как устроено человеческое тело как работают разные органы поймете как важно заботиться о своем организме чтобы вырасти сильным и здоровым прочитав эту книгу вы сможете сами нарисовать анатомический атлас для знакомства с устройством человеческого тела поймете что между нами общего и чем мы отличаемся друг от друга клетки это кирпичики нашего организма их можно рассмотреть под микроскопом кожа и волосы служат нам защитным покровом на голове их около ста тысяч жару ты потеешь это через поры в коже выделяется влага чтобы охладить организм когда холодно у тебя по коже бегут мурашки это начинает сокращаться очень мелкие мышцы которые поднимают волоски на коже как шерсть у животных чтобы удержать теплый воздух а вы знали что на лице человека около 50 мышц когда ты смеешься работает 15 мышц а когда злишься хмуришь брови целых 42 мышцы позвоночник это вертикальная опора твоего тела он состоит из 33 позвонков пища в твоем организме за сутки приходит путь длиной 7 метров в год ты съедаешь около 500 килограмм пищи это почти в 20 раз больше чем вес твоего тела клетки крови образуются в костном мозге за одну секунду костный мозг производит 2 миллиона эритроцитов почему твои губы более красные чем другие части тела в них больше всего капилляров прочитав книгу вы узнаете из чего состоит мышцы и кости как они работают как устроен зуб почему зубы бывают молочными и коренными почему кровь удивительная жидкость и транспортная сеть нашего организма а дыхательная система настоящий обменный пункт какой из двух глаз у тебя главный и почему сера это полезная грязь для нашего уха вы увидите как выглядит нос и ухо изнутри узнаете зачем нам вкусовые сосочки если у ногтей чувствительность что такое гормоны гены и другие чудесные вещества нашего организма книга как устроен человек и зачем ему врачи серии что когда и почему написала кандидат биологических наук соколова светлана владимировна это первая книга серии рассказывает об устройстве нашего организма который можно сравнить с огромным городом в котором живут и работают жители разных специальностей каждый житель выполняет свои особенную часть работу которые он знает и умеет делать лучше всего как любом городе есть инженеры строители полицейские так и в нашем организме есть разные специальности и специалисты книга будет интересна ученикам начальной школы вы знаете где в организме человека находится командный пункт в нашей голове а роль его на себя взял головной мозг можно назвать его президентом нашего тела наш организм много двигается бегает прыгает ходит поэтому должен быть орган то есть группа специалистов которые это движение обеспечивают и выполняют эту функцию взял на себя скелет или опорно-двигательный аппарат он так называется потому что организм на него опирается и за счет него двигается для гравитации нам земля нам очень нужна опора роль такой опоры выполняют наши кости и позвоночник в противном случае нам пришлось бы жить лежа на земле как слезнякам и червям у улитки эту роль выполняет раковина у черепахи панцирь у деревьев кора чтобы превратить пищу которая съедает человек в энергию организме существует пищеварительная система то есть система органов которые переваривают пищу можно сказать что это целая команда поваров в нашем организме и каждый день они готовят энергию из продуктов которые мы для них выбираем из желудка пища переходит в двенадцатиперстную кишку она так была названа потому что длину ее можно было измерить двенадцатью перстами то есть двенадцатью пальцами там пища обрабатывается желчью которую вырабатывает еще один член ворской команды желчный пузырь в тонком кишечнике начинается процесс всасывания то есть питание организма далее еда поступает в кровь проходя через тонкую стенку кишечника но организм не съедает все что человек кладет ему в рот ему столько не нужно наша пищеварительная система выбирая для нас самое ценное а пища которая не понадобилась организму передвигается в толстый кишечник это помощник который убирает все остатки отхода пищи которые остались после деятельности поваров работы у толстого кишечника много поэтому у него есть своя команда микроскопических помощников это микроорганизм и симбионты которые вырабатывают фермента и эффективно расщепляют остатки пищи а также защищает нас от пришлых болезнетворных бактерий таким же помощником нашему организму является печень ведь это самый настоящий фильтр нашего организма она похожа на часть цветка с очень толстыми лепестками а находится она прямо под желудком обкладывая его своими лепестками любой город нуждается вывозе мусора такую роль в человеческом организме играет в уделительная система все ненужное выводится наружу через прямую кишку организм человека или город клеток нуждается в постоянном водоснабжение эту функцию взяла на себя сердечно-сосудистая система кровеносные сосуды наши трубы по которым бежит жидкая ткань нашего организма или кровь так как мы ходим вертикально чтобы подняться вверх по сосудам трубам жидкости необходимо преодолевать силу гравитации для этого нам нужен надежный насос который будет постоянно качать кровь таким насосом и является сердечная мышца или сердце как и положено в любом уважающем себя городе должна быть полиция чтобы следить за порядком есть она и в нашем организме это иммунная система наших полисменов зовут белыми клетками крови или лейкоцитами они с удовольствием используют наши водопроводные трубы кровеносные сосуды в качестве скрыстных трасс и гоняют по ним в погоне за преступниками бактериями и вирусами которые нелегально проникают в наш город и пытаются разрушить наши ткани и органы вся работа клеток нашего организма обеспечивается кислородным топливом ведь нашему городу клеток нужен постоянный приток кислорода это происходит с помощью очень сложно устроенных органов которые называются легкими они для нас как деревья и цветы для города но не для красоты а чтобы своевременно снабжать кровь кислородом сосуды которые несут кровь обогащенную кислородом называют артериями они красного цвета сосуды которые несут кровь обогащенную углекислым газом называют венами они голубого цвета а вы знаете почему кровь человека красная это связано с красным цветом гемоглобина который содержится в красных клетках крови – эритроцитах. Молекулы гемоглобина имеют в своем составе оксид железа ярко-оранжевого цвета, что и придает нашей крови такую окраску. А вот у большинства беспозвоночных, например, осьминогов, воздухообмен построен на основе вещества меди, которое придает пигменту их крови характерный голубой цвет. Есть в городе клеток и органы чувств. Всего их в нашем организме 5 – слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. А вы знали, что наши уши очень боятся шума? А наш мозг видит перевернутое изображение. Оно переворачивается в хрусталике глаза. После анализа информации мозг опять ставит изображение на место. Доказать, что мы видим то, что нам говорит мозг, а не то, что улавливает глаз, помогут оптические иллюзии, представленные в этой книге. Поиграйте с ними. Тактильные рецепторы появились у живых существ одними из самых первых. Они есть даже у одноклеточных организмов. Например, у инфизорий туфелек есть специальные осязательные волоски, с помощью которых они обследуют поверхности объектов, с которыми сталкиваются. А вкусовые рецепторы в ротовой полости расположены не только на вкусовых луковицах или так называемых вкусовых сосочках, но также и на задней стенке гротани, мягкого нёба, миндалинах и на гротаннике. Эти книги помогут юным читателям расширить свой кругозор, пополнить их представление о строении человеческого тела. При бережном и грамотном отношении к своему городу клеток вам долго не понадобится помощь врачей, и вы проживете интересную, полную удивительных событий жизнь. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok